Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Князь Борис Давыдович Тулупов, окольничий царя, был казнен Иваном Грозным в конце лета 1575 года за сношение с опальной знатью и участие в заговоре против царя. Такова была официальная версия. Князь был посажен на кол и жил еще 15 часов. Во время казни князь первое время утешал свою мать, которую заставили смотреть на это ужасное для нее зрелище. Потом княгиню, не старую еще женщину, отдали на поругание сотне стрельцов. Царь при виде всего этого сказал, кого жалую, тех содержу в чести, а кто мне изменил, тому воздам такую же казнь. В Ливонскую войну русские захватили довольно большое количество пленных. Среди них оказалось и 85 шотландцев. Царю доложили, что шотландцы – нация наемников, готовых за содержание и жалование служить любому христианскому правителю. Иван Грозный решил испытать их доблесть в борьбе с крымским ханом. Шотландцы были помилованы и отобраны в отдельный отряд, командиром которого назначили Джейми Лингета – опытного и доблестного воина. Шотландцев вооружили мечами, ружьями и пистолетами. Они прекрасно себя проявили в боях с крымскими татарами. Позднее им были пожалованы земли для поселения. Они обжавелись семьями и пользовались милостями царя. Вот так на русской земле и появились люди с шотландскими корнями и фамилиями. В 1583 году русский посол Писемский прибыл в Англию для переговоров о женитьбе Ивана Грозного на племяннице королевы Елизаветы Мэри Гастингс, дочери Лорода Генри. Посол встречался с леди Гастингс и остался доволен ее внешними данными. Для дальнейших переговоров в Москву был отправлен английский посол сэр Джером Баус, но его переговоры с царем были прерваны смертью последним. Впоследствии друзья и близкие леди Мэри прозвали ее царицей Московии. Субтитры создавал DimaTorzok